Сегодня 9 марта 2020 года. Крым, Симферополь. Сегодня речь пойдет об обрезке трехлетних деревьев фундука сорта трапезунт. Но это не трапезунт, это мой опылитель. Вот он еще пылит потихоньку. На его фоне я начну свою беседу. Тут особо не видно. В чем вообще сыр-бор и особенности и трудности в формировке трапезунта, чего я год от года пытаюсь сам чего-то в этом деле понять и рассказать другим. Вот трехлетний саженец сильнорослого сорта фундука. Я его получал два года не отделяя от материнского растения. То есть он уже был посаженный сюда корнированным, со штамбом, со скелетными ветками. Вот ему сейчас три года. Вот я его уже постриг. То есть на таком саженце, если это был трапезунт, он был весь бы уже усыпан, усеян цветочными почками. А вот на этом я с грехом пополам или с трудом пополам нашел только одну цветочную почку. Все, больше ничего нет. Посмотрите насколько вот он сильно рослый, какие у него побеги хорошие, приросты однолетние. У трапезунта все вот эти вот однолетние приросты, они все были бы в цветочных почках. Вот у меня в школке два краснолистных великолепных по красоте цвета сорта. Пока неизвестных для меня. Не буду даже говорить название, под которым я его покупал. Вот великолепные здесь приросты прошлогодние. Вот на всем вот этом трехлетнем деревце я нашел только одну цветочную почку. Я его и пересадить не могу на постоянное место жительства, потому что я не знаю, что за орехи. Вдруг здесь что-то такое непотребное будет. Вот на всю трехлетку одна цветочная почка. Вот формировать такие сильно рослые сорта фундука очень легко. Они относительно поздно вступают в плодоношение. В первые годы у них все силы идут на рост. И даже когда они начинают вступать в плодоношение, уже в достаточно таком продвинутом состоянии роста, у них небольшие урожаи. Потом только постепенно они увеличиваются. Увеличивается вот с этого девятилетнего дерева. Высота у него около пяти метров. Я уже на девятый год собрал 6 килограмм 300 грамм сырого ореха. Формировать его очень легко. Практически вот это идет дерево без всякой формировки. Вот одну скелетную ветку я вырезал. Оно постепенно само расходится. Больше я здесь не прикасался. Вот на фоне трапезунда плоды вот этого ореха, который я вам только что показал. То есть стоит ли трапезунд того, чтобы немножко поухищряться в обрезке? Ну я думаю стоит. Теперь давайте посмотрим на трехлетку трапезунда. Вот однолетний побег, цветочные почки. Вот я веду сверху вниз. Раз. Сейчас сфокусируюсь. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Вот она. Десять. Одиннадцать. Двенадцать. Фактически не цветочная, только вот одна. Тринадцатая. Вот представьте, она загрузится урожаем. Пусть здесь будет хотя бы из тринадцати почек, ну семь почек загрузится урожаем. Пусть возьмем по минимуму, в каждом будет по три ореха. Семь и три. Двадцать один орех. В сыром виде орех весит где-то пять с половиной граммов. Ну около пяти. То есть граммов семьдесят будут весить сырые орехи, которые будут висеть. Добавьте сюда плюску. Плюска у трапезунда очень достаточно массивная. Она выходит далеко за пределы орехов. То есть я думаю, что килограммов восемьдесят девяносто будет весить. Это минимум. Это я уже по минимуму в половину меньше беру. Восемьдесят девяносто граммов будут давить вот на эту ветку. И причем здесь нет ни одной ростовой. Откуда вот ей расти? Откуда дальше увеличиваться росту дерева? Во-первых, она склонится под урожаем. И естественно вертикального роста вверх не получится. Вот отсюда все вот эти вот немного ухищрения именно с обрезкой этого сорта. Покажу сначала какие бывают трехлетки. От слабых к сильным. Вот первая слабенькая. Посажен ошибка моя была. Очень высоко я его обрезал. Корневая не потянула. Первый год. Вот он здесь был обрезан. Потом пошли скелетные ветки первого порядка. Вот одна. Ну на ней рассмотрим. Вот второй год обрезана. И третий год. Прирост где-то около полуметра. В принципе он также великолепно усеян всеми этими цветочными почками. Но вы видите достаточно слабый здесь рост. Ну что с ним можно сделать. Скорее всего я буду его восстанавливать из этой поросли. Вот сейчас я эту поросли уберу. Она достаточно слабая. За год у меня здесь вырастет сильная поросль. Пока этот штамп я оставляю. И вот на следующий год из сильной поросли, если я буду поливать его. А тут я, честно говоря, грешен. Этот ряд у меня идет с недополивом. То вот на следующий год из поросли я буду восстанавливать либо куст, либо дерево. Потому что здесь я его немножко подзапустил с самого начала. И стратегия моя была неправильно выбрана. Плюс еще недополив. Ну что я с ним сделаю. Вот здесь видно, что есть несколько веток более-менее нормальных по приростам. Сильных раз и раз. Сильные приросты можно получить только из сильных приростов. А есть вот такие плодовые веточки, слабенькие, наклонившиеся. На них очень много женских почек. Их я оставлю. Пусть они отплодоносят. А обрезку буду делать вот только вот этих двух скелетных веток. То есть принцип какой? У трапезунда минимум 50 процентов прироста срезается. Но даже если 50 процентов я срежу, то ниже все равно пойдут цветочные почки, которые... Ну вот смысл здесь допустим 50 процентов срезать. А здесь цветочная почка. Приходится искать первую ростовую почку. Вот она. Вот видите, но в самом низу вся вот эта верхушка срезается. Здесь тоже самое. Все в цветочных почках. Вот допустим ростовая есть на кончике. Но сильную скелетную ветку я с кончиковых почек не получу. Где у меня там первая? Вот первые две почки ростовые тоже в самом низу. То есть вот здесь вот я ее срезаю. Ну вот если сильно стремиться к штамповой формировке, штамп превыше всего, конечно, и вот эти надо удалять. Но я никуда не тороплюсь. Хочется и плоды увидеть. Так что вот оно. Две ростовые почки. Они пойдут, дадут сильные побеги. Даже несмотря на то, что слабый достаточно саженец. Вот трехлетка посильнее. Но та же самая, не знаю, ошибка. Если вы высоко все-таки обрезаете, надо очень хорошо поливать. Этот ряд у меня далеко от бака. И честно говоря, не очень-то я его и поливал. Стратегия такая же. Для меня штамп это не превыше всего. Для меня самое главное урожай. То есть вот все вот такие вот маленькие веточки, усыпанные женскими почками. Вот они. Отклоняющиеся в сторону. Из них не получится хороших скелетных веток. Я их оставляю на урожай. А вот сильные приросты, на которых можно сформировать сильные приросты текущего года. Вот я их буду коротко обрезать. Опять же, сделать это достаточно тяжело, так как все почки цветочные. А там, где есть ростовые, они находятся на верхушке. С верхушки сильного прироста вы не получите. Поэтому ищем ее внизу. Цветочные. Вот опять мне придется обрезать в самом низу. Вот только здесь у меня есть. Вот здесь я обрежу. Ну и также низко я найду. Вот здесь вот мне придется обрезать эту ветку. Все. Все вот эти вот маленькие веточки я оставляю. Они будут усыпаны плодами. Но тем не менее я даю рост побегам. То есть трапезунду надо всегда давать расти вверх. Иначе, если его не обрезать, он загрузится урожаем и будет всесилу уходить на вынашивание урожая. Вот так выглядит более-менее нормальная среднестатистическая трехлетка. Побег здесь доходит до метра шестидесяти, метра шестидесяти пяти. Формировалась, обрезалась. Обрезал я ее здесь удачно. Вроде угадал. Шрам вот так вот зарастает хорошо. То же самое. Я считаю, что трехлетка уже должна давать урожай, поэтому штамп не самоцель. Все вот эти вот нижние веточки нижнего и среднего яруса, из которых нельзя получить хорошие ростовые побеги, которые отклоняются в стороны, которые слабенькие, которые полностью усыпаны цветочными почками, я их все сохраняю на урожай. Пусть даже штамп будет не так сильно расти. Вот рассмотрим прошлогодние приросты. Вот он был обрезан. И вот три ветки. Две и третья. Третья снизу, самая нижняя, она всегда усыпана плодами. Она отклоняется. Она слабее по росту. А две верхних, они могут быть либо равноценными по силе росту и по толщине побегом, либо верхняя будет чуть сильнее. Вот смотрим здесь. Вот он был обрезан. Верхняя ветка самая сильная. Вторая здесь получилась послабее. Ну и третья, она полностью плодовая. С женскими почками это урожайная. И вот. Третья скелетная ветка первого порядка. Вот она была обрезана. Та же самая ситуация. Две посильнее. Причем одна самая сильная, самая верхняя. И две. Вот. Раз и два. Это отклонившиеся более слабые почки. Тоже полностью они усыпаны женскими почками. Вот с усиками. Их мы оставляем. Всю поросль я здесь удалил. Та поросль, которая начнет расти в текущем году, я ее не буду удалять. Она будет работать на корневую систему. Удалю только осенью, в ноябре, там в декабре, когда будет время. Сейчас нам нужно выгнать это дерево вверх. Потому что, если его не выгнать вверх, загрузится урожаем, потеряет рост. Я выбираю три самых сильных прироста. Один, второй, третий. Их я буду направлять вверх. А все остальные оставлю на плодоношение. Вот я обрезал первая ветка. Причем, смотрите. Обрезал я ее выше, чем надо. Здесь вот цветочная почка. Я ее удалю. На всякий случай я оставлю выше. Может быть здесь что-то проснется. Но, по крайней мере, две ростовых почки есть. Третью, нижнюю, вот эту вот цветочную, я убираю, чтобы она не тормозила. То есть здесь не должно быть на вот этом прошлогоднем приросте, из которого я буду выгонять следующий прирост. Здесь не должно быть ни одной цветочной почки, чтобы не тормозился рост. Вот здесь то же самое. Вот я сделал обрезку. Убираю все цветочные почки, которые здесь есть. И надеюсь, что где-то вот отсюда начнут расти ростовые побеги. Если нет, то, наверное, придется ждать с самого низа, где они у меня здесь есть. Вот третья обрезка. То же самое. Я ее обрезал выше, чем надо. Здесь у меня две цветочные почки. Вот одна цветочная почка, я ее убираю. Вторая убираю. Здесь у меня есть внизу раз, два, три. Но буду надеяться, что здесь что-то вырастет. Посмотрим. Все. Это обрезка. Вот три видно. Раз, два, три. Это будет идти вверх. А все остальное у меня должно загружаться урожаем. Вот моя самая сильная трехлетка. Высота здесь тоже метр пятьдесят пять. Давайте ее сейчас рассмотрим подробнее. Это был мой вертикальный отводок. У него был рост. Вот за год он у меня вырос метр девяносто. Мощнейшая корневая система. Здесь я поступил немножко по-другому. Я в первый же год, вот обрезан был достаточно низко штамп. И в первый же год я выгонял первые скелетные ветки. Вот две скелетные ветки. Посмотрите, насколько они мощные. Но, честно говоря, я это поливал. Вообще, одна из основных идей, это полив. Без полива фундук, конечно, плохо развивается. Особенно вот на юге. Вот. Первый год пошел. Вот видите. Обрезан. Второй год обрезан. И третий год. То есть, эта трехлетка великолепнейшая. Мощнейшая. Вот если вот ее так рядом смотреть. Кто из фундуковода у меня не видел эту трехлетку, душа просто радуется. Та же самая стратегия. Я не трогаю все вот эти вот ветки, которые пошли в сторону. Которые полностью увешаны вот этими вот женскими почками. Пусть мне дают урожай. Мне нужно выбрать несколько самых сильных побегов. Коротко их обрезать. И на них сформировать приросты текущего года. Которые будут выгонять это дерево вверх. Вот я их нахожу. Вот первый прирост. Вот второй. И вот третий. Их я обрежу покороче. А все остальное я не трогаю. И наслаждаюсь урожаем. Вот первая ветка, которую я обрезаю. Вот она отсюда пошла. Мне здесь повезло. Я где-то в середине ветки нашел три ростовые почки. Но мне нужно будет убрать вот эту ветку. Она цветочная. Вот это. Вот это. Везде, где цветочные почки. Супер. Мне повезло. Вот три ростовые почки. Вот первая. Вот вторая. Я ее обрезал примерно на таком же уровне. Но здесь мне повезло меньше. Здесь все в цветочных почках. Их надо удалять. Одна только какая-то интересная ростовая. Но я думаю, что силы сока, напор идет наверх. Все равно где-то выстрелит все это дело. Вот вторая. Вот третья. На верхушке у меня ростовая. Двойник. Вот эту маленькую я убираю. Убираю все цветочные почки, которые есть. Они тут практически все. Донизу. Убираю вот эту веточку, которая тоже с цветочной почкой. Все. Обрезка закончилась. Раз. Два. Три. Этих трех приростов мне хватит, чтобы выгнать дерево вверх. Все остальные я оставляю. Это плодоношение. Это орехи. Полив. Орехи. Вот он штамп после обрезки. За сим прощаюсь. Доброго мира. Привет из Крыма. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует...